всем привет у меня сегодня нет чуть что такое встал на дороге у меня сегодня день стирки я перестирала гору просто гору всего вот теперь пустая корзина но у меня вот постель уже некуда вешать поэтому я что ты уже в магазин то нам это хоть перед магазином оденет уж ты упаришься что такое короче в этот и меня отвлек блин я хочу поверь развесить это все посмотри ты же сам постель которую надо вывезти а у меня негде что делать сушка все завешено у меня назад назад натянуты на крыше ты лишь натянутые веревки там но я боюсь чтобы никто не наплевал сверху с балкона убери я видишь чистое белье твое собрала поскладывай может точно повесить на крыше ну в принципе у меня уже и там на сушке наверно по высыхала можно поснимать и попробовать там что-то поснимать чего-то оставить шел мокрое командую что в магазине надо хлеб надо магазине побежал сейчас куплю вернусь потом второй скажу нет я думаю подожди так а кофе где наша кофе делась ты забрал его на работу а где ж пакет кофе делся пакет да я насыпала один раз в баночку остальное оставь став поставила наверх уже его не нашла щас досыпать подожди кофе зеленая да а ты досыпал это мы выпили уже а так мы без кофе катастрофа ладно уже потом купим не сегодня так все пишу список целый день стирала на вечер теперь решила готовить кушать готовить буду поставила макароны в общем все будет просто сегодня у нас на ужин потому что некогда уже возиться с готовкой . сейчас купить сосиски я макароны отварю и делаю кабачковую икру это делаю кабачок и баклажан я так уже где-то говорила что я попала мы готовлю ну немножко того немножко того мне так вкуснее вот потому что почему решила приготовить икру потому что нужно эти замороженные свои запасы использовать уже выготовить потому что уже начинается свежая я до сих пор замороженные не съели века посылочку сегодня получила свой заказик маленький это водичка а ты ту же самую да она тебе нравится да мицеллярная вот это вот к бутылку красиво хитомыло ну интимная короче ой ну красивенькая такая класс пахнет слышно еще это мама звонит сейчас и к 5 расстроена папонька нас у детеныша опять проблемы слышишь уволили собаки туда отводит шуту так дело в том что и ребята по уходили всех кто за ней пришли и миша хатуным в общем подробности она расскажет у себя на канале я говорю так ссылочка в описании под этим видео на викинг канал расскажет как кидают подло все-таки молодых таких студентов это вообще я не знаю я подумаю как на них еще надавить собак через прокуратуру кидают людей каких на рамках язык стажировка должен договор должен быть дом то есть это без варианта вот этой тупо кидают может быть когда ты уже официально ну как тебя приняли на работу хорошо сколько стажируются по закону четыре дней ну а на три недели про стажировалась просидела не докажешь скажут что не было ее там да и все боже ну собаки в общем ладно века снимет видео себе на канал ну обидно просто не так наши за своего ребенка и она же не одна там и не первая не последняя которая вот так пострадает собаки дешево сказать и как куда отвезти так хоть бы не не говорили покупать одежду там тратить деньги на санитарную ну понятно короче такое ничего в общем да подробности века у себя на канале расскажет ну опять же может это и к лучшему значит если они такие подлые ту как с ними можно работать чего было ожидать дальше я уже закинула свои замороженные овощи мы с серёжка сели чаек попить как старенький передумать да прям уж да это очень вкусно вот это вот икра кабачковая баклажановая с маслом и так вот на бутерброд и икра сверху мне понравилось пищей ком наверно в курсе но эти жильцы крови да и тебе сахар не кидала кстати бросай сам вот назар у себя в комнате в игрульках как обычно скажи пожалуйста сколько ложек сахара обычно люблю 3 за горкой не правда правда хорошо а века у себя тоже в комнате наревелась я ее не смогла успокоить разболелась у него голова выпила таблетку пошла может заснет не знаю прям переживаю за нее так она это все близко к сердцу приняла это все то работу это все ну конечно по-скотски я считаю вообще про мурыжили она уже переплакала успокоилась нет опять ее дернули и опять она день поработала и сказали опять все они на одну шоу это такое нынче успокоиться может этой к лучшему я кстати хотела сказать для моих подписчиков кто из черкасс возможно вдруг столкнетесь чтобы вы знали это заведение называется коза ностро вот там вот кидают людей получают студентов до берут вот так вот на работу и она там не одна дело в том что так попало еще серый шаг да и там между прочим я кстати очень и и в какой-то степени и довольно там не придерживаются санитарии работают на кухне века говорит без масок без перчаток учитывая что хоть карантин у нас и смягчили но есть и есть и санитарные нормы и карантинные в таких заведениях которые должны придерживаться еще они не придерживаются в общем знаете на добро это не будет я считаю это не только викины слезы и расстроены еще девчонки и в общем ладно бог с ним я думаю она сегодня завтра успокоится и все это забудет как страшный сон но не успокаивается в плане работы она все равно хочет искать что-то успокаиваю как могу там посмотрим я делала прям настроение нет у меня если честно бери теперь на вот этот бутербродик с маслечком вот это вот надо на положить это вкусно она конечно выглядит не очень аппетитно но не плохо но честно говоря со свежих это же я готовилась замороженных со свежих вкуснее не буду больше замораживать потому что меняется вкус не то все равно не то ну неплохо но со свежих мне икра больше нравится ну так что вот так вот сейчас поедем еще к маме съездим проведаем ее да какую правду ты точно скажешь да я уже включила на твою правду что друзья которых считаешь что друзей но только в 50 процентах случаев считают друзьями тебя да почему почему ты так считаешь но это выяснили кто-то где-то начитался ученые хотя не знаю зачем вообще кстати может и прав то есть это факт но я понял 50 процентов людей которых ты считаешь друзьями считают тебя другом до 50 процентов то есть три вот есть друзья и 50 из них сто процентов мечтать тебя друзьями а как же это понимать есть какой интересно как типа реклама надо тебя еще обязательно пострич приехали к маме не я просто так буду подходить и так по спине по спине она потом могу чтобы выравнивался только к шахматный код ой конь ну чтоб ты помнил что надо выровняться сейчас еще раз согнешься опять шлепну не я так думаю что наверно придется тебе покупать вот этот жилет потому что у тебя у тебя прекрасный нет я просто говорю что у тебя у тебя прекрасно послушай можно я не перебивать меня просто у тебя прекрасный был позвоночник ровный ты его сам себе гробишь всего лишь не я тебе хочется как лучше а ты а кто я каким образом так прям злишь меня назад любки любки а где фунтяж он давно спали ждет не не да я шо проговорила то на ночь маму не хочется вот так мам не я не буду точно неси фунтика отдай маме пакетик она покажи что за трава она говорит что на эту траву насеяла чтобы он ее ела он не хочет кушать но значит это не факт что она ему надо и вот это смотрел мы когда у себя дома высаживали к там она другая была остренькая такая тонкая и да это какая-то не такая мне тоже кажется там вот такие вот острички тоненькие да как как на улице растет собственно нет похоже вот это не у нас которую коты едят не так кажется на у нас она растет вот такая вот остро тонкая и высокая острая это раскрывается листочки маму что это не та трава нет это специально купили в косячем магазине покупали там мы нарисованы тоже покупали там другая форма но это мама она же разбирается на зубчик да странно конфетки так травку это хорошо что ты кулечки по осталось что это делала ну большего счастья ему не надо на маму что ж ты фунтяжа не ешь траву то пузатик не травоядный он как траву начнут есть еще дыть начнете как обычно провожающий наш провожающий да фунтик ты нас провожаешь там наши двери пока фунтяж пока-пока я так взроснулась ха-ха-ха не говори так все мамулька пока-пока пока-пока до свидания мама спасибо ну и мама зашла проходите опять чуть-чуть не мама зашла на дорогу как всегда все мамулькин пока проходите хорошо приехали мы к магазину Сережка идет покупать мороженое нашей страдающей дочке с коноплей какое она любит мороженое фисташковое моя ты прелесть да короче Вика открой эту волшебную скатулку а мама там черная тряпочка заморник этот Вика когда плакала я ее успокаивала она говорит я говорю дойц мы к бабушке поедем она говорит мама купи мне мороженое ха-ха-ха боже она когда плачет и она это такой ребенок становится господи так жалко ее и прям ребенок который ну хочет защиты какой-то интересно так как-то уже взрослая конкуренция а ты вообще не плачешь никогда не понял ты мужик плакать мужчинам нельзя мне можно такие привилегии ну нужны можно только женщинам и девочкам вот так и пацаны вот так что купим мороженое порадуем немножечко что у нее настроение поднимется Назару ты какой купил в этот сгущенное молоко а не было его детского того не не было а вообще совершенно другой ассортимент я знаешь что подумала Вика выпила таблетку она может уже спать кстати что у нее таблетки у нее голова очень разболевалась она же расплакалась что присела она не пьет так обычно таблетки это у нее разболелась голова я ей предложила выпить она не пока терпима потом смотрю позже она пошла все таки выпила таблетку видать усилилась все домой спасибо папу пожалуйста папу маму папу бабу да Назару маму да не маму он не говорит он только папу и бабу ух серый что говорит это твоя ай у меня стирка везде висит уже даже на диванах развешивала потому что собрала столько стирки что перестирала и на сушке не хватило места такие дела так Вика уже дома мы кстати пришли она пошла прогулялась где-то чуть-чуть успокоилась сейчас ест мороженка и все все на этом все ложусь спать всем пока всех целую всех люблю все все Продолжение следует...